Всем привет ребята, с вами Джов из Virtus.pro. Это моя новая сборка модов уже для патча 0.8.4. Вас ждут 12 лучших модификаций к нашей любимой игре. От прицелов, дамаг панелей и маркеров, до расширенной статистики игрока и программы для поднятия фпс. Каждый из этих модов поможет вам не только удобнее играть, но и слаще нагибать. А некоторые просто помогут вашему компьютеру выдавать больше фпс, если он у вас очень слабенький. В этом видео вы найдете не только описание полезных модов, но и подробную инструкцию, как эти моды устанавливать. Так что, надеемся, что наша сборка вам понравится и вы по достоинству отзените труды авторов. Итак, поехали! Первое и самое главное при игре в мир танков, это конечно удобный прицел. В этой сборке вас ждут три разных прицела от трех известных игроков. Джова, Вспышки и Муразора. Мой прицел вы сейчас видите у себя на экране. В нем есть углы горизонтальной наводки для потасау и артсау. Удобный индикатор хп и перезарядки. И самое важное, жирный, яркий круг сведения и маркер прицела. Я считаю этот прицел самым оптимальным из всех. Но если он вам не понравился, вы можете выбрать какой-то другой. Прицел Вспышки отличается полным минимализмом. Минимум информации, максимум свободы. Еще он интересен тем, что круг сведения становится красным на время перезарядки. А прицел Муразора более красивый и технологичный. Есть индикатор перезарядки и хп. Плюс в снайперском режиме складывается ощущение, что ты в кабине звездолета, а не танка. Если вам такое по душе, это ваш выбор. Еще одно важное дополнение к прицелу – это удаление черноты в снайперском режиме. Это значительно увеличит ваш обзор и позволит вам чувствовать себя намного комфортнее. С удалением черноты даже можно в самых жарких баталиях уходить в снайперский режим, не боясь, что вы что-то упустите. В новой сборке модов мы можем предложить вам аж две панели повреждений. Обычную, с которой и катается Джофф, и супер навороченную, которая придется по душе любителям новизны. Обычную панель повреждений вы сейчас видите на своем экране. Она показывает, сколько урона вам нанесли и какова была последовательность. Очень помогает для идентификации врагов, если по вам стреляют вне вашего засвета. Альтернативой этому может стать боевой интерфейс от мододела «Заяц». Он полностью перерабатывает внешний вид интерфейса в бою, полоска ХП уходит под расходники, сами иконки снарядов становятся другими, панель с модулями превращается в этакий круг, с пароват которого тоже есть лог урона. Очень инновационно и красиво. Одна из главных новинок этого матпака – новая мини-карта. Во-первых, на ней кроме иконок танков есть удобные подписи всей союзной и вражеской техники. Это крайне необходимо для анализа ситуации на поле боя и принятия правильного решения. Во-вторых, эта мини-карта запоминает последнее местоположение засвеченных врагов, отмечая их небольшими точками, что тоже полезно для тех, кто любит считать танки и выяснять наиболее слабый фланг в обороне противника. В общем, крайне рекомендуем вам этот мод. Мод на звоночек рита и голосовое обнаружение врагов подойдет тем, кто скучает по старым звукам игры. Звоночек рита издает характерный звук при попадании по внешним или внутренним модулям танка. А голосовое обнаружение громогласно оповещает вас, если вы или ваши союзники подсветили врага. XVM это комплексный мод по улучшению интерфейса и удобства игры. Он включает в себя несколько модов, а именно. Первое. Альтернативные маркеры техники, похожие на официальные, но сделанные немного иначе. Второе. Лог урона в бою. Данный лог показывает сколько урона вы нанесли в бою, сколько выстрелов было произведено и сколько урона нанес последний выстрел. Очень удобно. Третье. Улучшенный индикатор захвата базы. При захвате базы вам будет показываться сколько человек стоит на захвате и сколько времени осталось до конца. Четвертое. Улучшенная лампочка. Немножко другой значок лампочки засвета, более яркий и заметный. Пятое. Индикатор стоковых танков. Если возле танка находится небольшая звездочка, это значит, что данный танчик воюет со стоковой башней. И последнее. Значки кланов в ушах команды. Всегда важно, кто есть в своей или вражеской команде. Если это какие-то известные сильные кланы, значок вам всегда это подскажет. Еще один очень важный мод это отдаление камеры. Будет он полезен как командирам в ротах, так и обычным игрокам. Это позволяет вам с высоты птичьего полета обозревать местность и решать куда же нужно поехать и кому помочь. Плюс это очень часто позволяет заглядывать за угол и смотреть куда повернута дула вражеского танка. Белые остовы уничтоженных танков не самый красивый мод, но весьма полезный, если вы хотите без проблем выцеливать врагов за уничтоженными машинами. В этом случае дым и огонь не будет вам помехой при выцеливании врага. В графе изменения внешнего вида танков у нас для вас два мода на выбор. Первый это отключение камуфляжей. Для удобства игры и просто для тех, кому камуфляжи не нравятся. Второе это контурные шкурки танков с зонами пробития. Вот это очень полезная вещь. Если вы плохо знаете расположение модулей у танков высоких уровней или просто только-только начали играть в World of Tanks. Этот мод позволит вам выучить слабые точки топовых танков и научить по-новому играть в уже любимую игру. С введением новой графики на всех картах вдали появилась туманная дымка. Не всем игрокам она нравится. Наша сборка модов может помочь в этом случае. Мод на увеличение дальности видимости уберет туманную дымку вдали и позволит вам лучше прицеливаться на дальние дистанции. Расширенная боевая статистика игрока это инструмент для более удобного анализа вашей общей, послебоевой и сессионной статистики. Общая статистика стала очень удобной. Можно сортировать ваши бои по опыту, значку мастера, имени техники и количеству боев. Плюс есть точные данные по проценту побед, среднему опыту и среднему урону. Послебоевая статистика позволяет удобнее смотреть результаты ваших союзников и врагов. Урон выведен сразу возле ника и нет нужды кликать по многу раз. А сессионная статистика поможет вам если вы хотите узнать сколько кредитов заработали за вечер, какой у вас средний урон или процент побед. И изюминка нашей сборки модов это программа World Tweaker. Данная программа дорогие танкисты позволяет вам значительно поднять фпс на ваших слабых компьютерах путем отключения некоторых спецэффектов в игре. Вы можете убрать дым от танков, дым из выхлопной трубы, эффекты разрушения объектов, пламя после выстрела и многое другое. В зависимости от того насколько мощный у вас компьютер, можно удалить один или все эффекты. Чтобы программа у вас заработала, после установки модпака найдите в корне игры файл WordResUnpack. Откройте его и нажмите кнопку модифицировать ресурсы игры. После этого программа изменит файлы клиента и подготовит их для работы с WordTweaker. Закрываем WordResUnpack и открываем сам WordTweaker. Указываем правильный путь к игре и вуаля, все работает. Теперь вы можете включать и отключать эффекты без каких-либо проблем. Высокого вам фпс, ребята! А теперь самое главное. Где же найти и как установить эти моды? Вы посмотрели видео, затем перешли на ютуб, там нажали кнопочку развернуть и попали в описание видео. Проматываете скролл вниз и видите ссылки на модпак. Обычно их несколько. Это одна ссылка на торрент раздачу, одна ссылка на сайт Virtus.pro и несколько запасных. Скачиваете модпак по любой из ссылок и открываете его. Дальше самое важное. Правильно указать путь установки. Выглядеть он должен так. Диск, папка с играми, World of Tanks. Проверьте, чтобы у вас не повторялось два раза World of Tanks. Обычно это самая распространенная ошибка игроков. После того, как указали путь, вы идете дальше и выбираете те моды, которые вам понравились. Наш удобный установщик позволяет не ставить все вместе, а выбрать только те, которые вам хочется. Вот в принципе и все. Как видите, все очень просто. Ну что же, дорогие зрители, на этом я с вами прощаюсь. Мое небольшое видео подошло к концу и надеюсь, моя новая сборка модов придется вам по душе. Если вам все понравилось, ставьте под видео лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте приятные комментарии. Также не забывайте рассказывать друзьям и знакомым о моей сборке. А лично от себя я хочу поблагодарить следующих людей. Игрока Анимех, игрока Заяц, создателей мода XVM за их детище и моего коллегу Глеборга, так как у него я подсмотрел несколько модификаций. Отдельное спасибо игроку Мастер Тапочек за удобный установщик и помощь в тестировании. Ну и конечно спасибо вам, мои зрители, за то, что вы ждали мою сборку и помогаете ей становиться все популярнее и популярнее. На этом у меня все, с вами был Джофф, клан Virtus.pro, приятных вам нагибов и до скорых встреч. Чао! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»